Рассмотрено в суде. К административной ответственности привлечен подрядчик, не восстановивший участок дороги после перекопки водопроводных труб. Ловкость, меткость и выносливость. В Балхаше стартовал чемпионат по командирским стартам и многоборью военно-спортивного комплекса в рамках 20-й спартакеады Вооруженных сил Республики Казахстан. Воспитанники Балхашской школы по джиу-джитсу завоевали призовые места в республиканском чемпионате. Состязания проходили в Алматы. Золотые медали привезли Григорий Казначев и Руслан Рустамов. Бронца досталась Илье Миссюри. Спорт относительно молодой. Хотя он еще в прошлом веке в Бразилии зародился, но в Казахстан он пришел буквально лет 7-8 назад и завоевал широчайшие популярности среди молодежи. Менее травмоопасен, более техничный вид спорта. Мне самому 56 лет, а я с удовольствием занимаюсь с ребятами. От 6 и считая до глубокой старости не вредно никому. Лучшим показателем работы школы является победа учеников на различных соревнованиях. В числе сильнейших учеников, которые показывают хорошие результаты, Руслан Рустамов. В его спортивной копилке медали международного турнира IGP-Тойр Алматы, республиканские состязания Караганда Open BGG и другие не менее значимые спортивные состязания. Очень нравится джиу-джитсу, очень позитивный вид спорта, очень нравится в нем тренироваться. И тренера у нас самые лучшие, прям четко все показывают нам, объясняют. По словам спортсменов, джиу-джитсу не только боевое искусство. Прежде всего, это внутренняя сила, дисциплина, а также физическая нагрузка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экскурсию на аллее Астаны, где детям рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи на воде. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям показали, как работает специальная техника, обеспечивающая спасение жизни наших граждан. Мы еще раз обращаем внимание на безопасность наших детей. Детям было рассказано, что нужно сделать, если ты начинаешь тонуть, в каких местах можно купаться, в каких нельзя купаться, как работает эта специальная техника, как оказывается первая помощь, что делается, когда случается пожар и так далее, и так далее. На базе Дворца школьников работает досуговый центр Балауса, а на базе Школы искусства работает несколько отделений, где дети могут заниматься музыкой, художественным творчеством, изобразительным искусством. В первом сезоне было очень хорошо. И в первом сезоне мне понравилось, и я осталась на второй сезон. Мы ходим в бассейн, играем на улице, ходим в парк. Мы делаем баурсаки, курт. По завтракам нам дают кашу, на обед супы и макароны. А на ужин всякие вкусняшки или булочки. Ежегодный сезонный поезд из Астаны до Лаколя был запущен, включая первый скоростной поезд «Тальго». Поскольку пассажиропоток в сторону курорта Лаколя увеличился, поезд номер 257-258 будет курсировать два раза в неделю маршрутом Астана до стык. А из Балхаша до столицы по вторникам и субботам, до станции до стык по понедельникам и пятницам. В составе поезда 24 вагона, купе и люкс, оборудованных системой кондиционирования воздуха, а также биотуалетами и розетками. Класс «Грант» предоставляется людям с особыми потребностями, а также скидка 50% от общей стоимости билета. Отметим, что с 15 июня по 18 июля поезд будет останавливаться на станциях «Балхаш-1» и «Балхаш-2», а с 20 июля по 31 августа остановки поезда будут изменены в связи с капитальным ремонтом обоих платформ и будет осуществляться только на станции «Балхаш-1». К административной ответственности привлечен подрядчик, не восстановивший участок дороги после перекопки водопроводных труб. ТО «Миллиоратор» – организация, работающая в рамках госзаказа городских автомобильных дорог. После проведения замены труб на участках улицы Мангельды, Ческазганка, Сбекова и Харужая, компания не восстановила асфальтное покрытие и работы не были завершены. Участки не присыпаны щебнем, а крышки колодцев остались открытыми. Специализированный суд по административному правонарушению города «Балхаш» поступило дело об административном правонарушении в отношении товарища с ограниченной ответственностью «Миллиоратор», возбужденное по статье 462 часть 3 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. Данное дело суд рассмотрел 2 июня 2023 года и признал его бездействие правомерным привлек к административной ответственности. По данной статье предусматривает административное взыскание в виде административного штрафа в размере 690 тысяч тенге в размере 200 месячных расчетных показателей, а также возможно применение дополнительного взыскания в виде приостановления действия товарищества либо его отдельных деятельностей. Подрядная организация ТО «Миллиоратор» не только не признала свои ошибки, но также и факт совершения административного правонарушения. Предписание автоинспектора не получил и отдел административной полиции. В документе указано, что срок выполнения незавершенной работы составляет около 10 дней. Кроме того, ситуацию при осмотре дороги после истечения срока исполнения предписания зафиксировали на фото и видеозаписи. С участием госавтоинспектора, выдавшего предписание, а также представителя ТО «Миллиоратор» провели работу по осмотру этих улиц. В результате установили, что предписание не исполнено, суд признал действия организации противоправным, предъявив доказательства по делу. Необходимость исполнения данного представления должностного лица обусловлена созданием, обеспечением безопасности дорожного движения в городе, а также избежание каких-либо аварийных ситуаций на дороге, поскольку данные улицы, которые указаны в предписаниях, в частности это улицы Абугалиева, Манкельтышев, Казаханская, Хоружей, эти улицы согласно закону относятся к автомобильным дорогам. В Балхаше проблема с дорогами является социально значимой. Она постоянно подвергается критике, а действия безответственных организаций еще больше усугубляют ситуацию. В случае, если это повторится, то будут приняты меры вплоть до прекращения сотрудничества. В Балхаше сортовал чемпионат по командирским стартам и многоборью военно-спортивного комплекса в рамках 20-й спартакиады вооруженных сил Республики Казахстан. В состязаниях принимают участие около 200 военнослужащих из разных регионов страны. Сильнейших будут определять в таких видах спорта, как стрельба, метание гранат, плавание, бег. Главная цель соревнования – повышение уровня подготовки военнослужащих, в том числе и женщин. Чемпионат проходит с 19 по 25 июня. Впереди еще есть 4 дня. 25 июня будет проходить подведение итогов, награждение победителей и призеров в личном и командном зачете, а также торжественное закрытие соревнований. Аяжана Мержанова – ефрейтор в войсковой части. В подобных состязаниях участвует второй раз. В упражнениях по стрельбе из ПМ-1 она набрала 95 баллов из 100. Я приехала на соревнования в город Балхаш. Командирский старт. Сегодня прошел первый этап из стрельба из ПМ. Я набрала 95 очков из 100 возможных. В прошлом году эти соревнования проводились в городе Алматы. Я заняла второе место. В этом году буду стараться занять первое. В данном чемпионате выступают и принимают участие призеры, чемпионы, спартакиады, стран независимых государств, участниц, которые проходила в том году. И ежегодно данный чемпионат проходит уже как традиционный в рамках СНГ. При выполнении военнослужащими квалификационных требований, а это именно при наборе 5 тысяч очков, военнослужащим присваивается спортивное звание Мастер спорта Республики Казахстан. По итогам соревнований в упражнениях по стрельбе из пистолета первое место заняла и фрейтор Аяжана Мержанова. Она представляет десантно-штурмовые войска. Среди мужчин майор Елеман Абешев из регионального командования «Восток». Лучшими среди мужчин в стрельбе из автомата стали сержант Жаксыл Кобзал из РГК «Запад» и курсант Иманджусеп Аслбеков, который представляет военный институт сухопутных войск. В метании гранат F1 на дальность высокие результаты показал сержант Нуржан Скендер. Стоит отметить, что обладатели первых, вторых и третьих мест прошедшие отбор и квалификационные требования будут представлять нашу страну в Узбекистане. На этой неделе отмечается Международный день йоги. Он призван привлечь внимание к этой древней мудрой практике, которая помогает улучшить жизнь. Йога – это не только физические упражнения, но и духовная практика, которая вдохновляет на самопознание, гармонию и баланс. Инструктор Инна Хорошавцева занимается йогой на протяжении двух лет и обучает единомышленников. Если по-простому говоря, йога – это энергия жизни. Мы здесь работаем в основном физически. У нас 90% мы работаем с телом и только 10% с энергиями дышим. Зачем люди приходят в йогу? Все приходят по разным причинам. Кто-то расслабится после трудового дня, кто-то хочет крепкое тело, кто-то подвижный сустав, кто-то через больной позвоночник. У нас йога больше направлена на йогу-терапию позвоночника. Люди получают удовольствие от йоги, бодрость, тонус мышц, подвижность суставов, гибкость в теле. Гибкость тела мы с ковриков несём, гибкость ума. И всё, что мы приобретаем здесь на ковриках, мы несём это в жизнь. Инну Хорошавцеву беспокоили боли в коленях, которые она по рекомендации врачей начала лечить с помощью йоги. Эта древняя практика помогла ей избавиться от недуга, который долгое время преследовал её. Благодаря встрече с наставником по имени Светлана, Инна заинтересовалась этой темой и приняла решение пойти по её стопам. Она прошла обучение в Алматы и сама стала инструктором по таким направлениям, как хахта-йога и йинь-йога. Сейчас Инна обучает всех желающих этим практикам и помогает им на пути к оздоровлению и гармонии. Если честно сказать, многие люди приходят в йогу через какие-то причины. У кого-то душевные травмы, у кого-то физические, у кого-то больно позвоночник, у кого-то больные суставы. Я сама пришла тоже сюда из-за больных коленей. У меня было настолько боль, что мне было сложно ходить, и мне порекомендовали заняться йогой или плаванием. Когда я начала заниматься йогой, наш бассейн городской был на ремонте. Я нашла инструктора. Это моя коллега Света. Мы с ней до сих пор здесь работаем, в этом зале. И она привила мне любовь к йоге. Затем я обучилась на такие направления, как хатха, инь-йога. Немного знакома с направлениями айнгара, аштанга, веняса. Очень много направлений в йоге, и все они несут огромную пользу для человека. Но больше всего у нас обычная хатха. И по субботам у нас инь-йога. Это релаксационная, расслабляющая, основанная на даосских практиках. Такая вот йога, она очень хороша для спортсменов, которые в зале закачивают свое тело и не умеют его расслаблять. То есть мышца у нас закачивается, фасция, сухожилия не растягиваются. Но мы работаем здесь два раза в неделю с мышцами и с более глубокими структурами. Мы работаем в конце недели в субботу. Инструктор Инна считает, что распространенной ошибкой людей является мысль о том, что они недостаточно гибкие и подготовлены для йоги. Но на самом деле это не так, поскольку абсолютно каждый с любыми физическими данными и уровнем подготовки может заниматься этой практикой. Распространенная еще ошибка, самое главное, что люди думают, что они не подходят по возрасту, по полу. Здесь в йоге вообще нет ограничений, ни возрастных. Многие думают еще, что это какая-то секта или какая-то религия, им придется поменять свою религию. Здесь йога для всех, она и для мусульман, и для крестьян, и для католиков, абсолютно для всех. Это вообще никак не связано с тем, что вы как-то придадите свою религию, или что это просто для здоровья. И немного, опять же повторюсь, что работа немного с дыханием, с энергией, это отличает йогу от физкультуры обычно. Самый главный совет здесь один – прийти и расстелить коврик. Вот этот самый главный совет, самое главное правило. Правило в любом действии, хоть в йоге, хоть не в йоге, начать. Вот и все.